Продолжение следует... 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 Ныне российский Калининград. В город-крепость брали штурмовые отряды и группы, которые шли за огневым валом. Немцы потеряли 42 тысячи убитыми и 94 тысячи пленными. В Москве был дан салют высшей категории. 24 залпа из 324 орудий. Наступление войск Красной Армии на Кёнигсберг началось утром 6 апреля 1945 года. Для прорыва и штурма города были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы, как из стрелковых частей, так и из инженерных войск. Штурм Кёнигсберга начался в 9 часов утра мощной артподготовкой. Затем в 12 часов под прикрытием огневого вала наступления пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды и огнеметчиков. Большую роль в штурме города и крепости сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков. Немцы оказывали упорное сопротивление, однако исходу дня советская 39-я армия вклинилась в оборону противника на несколько километров и перерезала железную дорогу Кёнигсберг-Пилау. 43-я, 50-я и 11-я гвардейская армии прорвали первый оборонительный обвод. Спустя два дня советские войска захватили порт и железнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали гарнизон Кёнигсберга от земландской группировки немцев. Гитлер отдал Кёнигсбергскому гарнизону строжайший приказ удерживать крепость до последнего солдата. Специальные отряды эсэсовцев и гестаповцев расстреливали на месте каждого немецкого солдата или офицера, который пытался самовольно оставить позиции или сдаться в плен. 8 апреля гитлеровским войскам было предложено сдаться, они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены советской 43-й армией. После массированной бомбардировки и штурма крепости 9 апреля 1945 года немецкий гарнизон капитулировал по приказу коменданта города и крепости Кёнигсберг генерала Отто фон Ляша, подписавшего акт о капитуляции. За это Гитлер в бессильной ярости заочно приговорил Ляша к смертной казни. 10 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1944 году, войска под командованием одессита генерала армии Малиновского освободили Одессу от фашистов. В полдень перед строем отличившихся частей над оперным театром был поднят красный флаг. Одесса одной из первых получила высокое звание «Город-герой». Окупация города румынами и немцами продолжалась 907 дней и унесла жизни 82 тысяч жителей. План одессской операции разрабатывался командующим войсками фронта генералом армии Малиновским, совместно с представителем ставки ВГК маршалом Советского Союза Василевским. 19 марта он был утвержден верховным главнокомандующим. Третьему Украинскому фронту предстояло нанести удар силами 46-й армии генерал-лейтенант Глаголев, 8-й гвардейской армии генерал-полковник Чуйков, гонно-механизированной группы генерал-лейтенант Плиев и 23-го танкового корпуса генерал-майор танковых войск Ахманов. В общем направлении на станцию Раздельная в обход Одессы с северо-запада. 57-я армия генерал-лейтенант Гоген и 37-я армия генерал-лейтенант Шарохин должны были наступать на Террасполь, а 6-я армия генерал-лейтенант Шлемин, 5-я ударная армия генерал-полковник Цветаев и 28-я армия генерал-лейтенант Гречкин на Николаев. Поддержка наступления войск фронта, кроме 17-й воздушной армии, возлагалась на авиацию и корабли Черноморского флота, вице-адмирал Октябрьский. Части морской пехоты привлекались для боевых действий в приморские города и порты. Задача 3-го Украинского фронта по разгрому противника между Южным Богом и Днестром решалась в тесном взаимодействии с армией левого крыла 2-го Украинского фронта, которому ставка ВГК приказала не позднее 24-25 марта развить наступление на юг вдоль реки Днестр, чтобы охватить немецкие 8-ю, 6-ю и румынскую 3-ю армии. Задача была выполнена. Форсирование Южного Бога было завершено 27-28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг. Вечером 9 апреля 86-я гвардейская, 248-я, 320-я и 416-я стрелковой дивизии 5-й ударной армии овладели станциями Сортировочная, Куяльник, Пересыпь и ворвались северные кварталы Одессы. Части 8-й гвардейской и 6-й армии вышли на подступы к Одессе с северо-запада. У противника оставался единственный путь отхода в районе Аведиополя с последующей переправой через Днестровский лиман. По отходящим колоннам врага наносила удары советская авиация, бомбила вражеские суда в порту, а также в низовьях Днестровского лимана наносили удары по транспортам и автоколоннам врага. Немецкое командование пыталось эвакуировать часть своих войск и материальных ценностей из Одессы морем. Однако, кроме авиации, советские торпедные катера и подводные лодки громили немецкие корабли. Было затоплено свыше 30 вражеских судов. В результате совместной операции советские войска освободили с северные кварталы Одессы. И после ожесточенных боев 10 апреля вся Одесса была освобождена. 13 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков Вена. Вражеский гарнизон был зажат с трех сторон войсками 3-го и 2-го украинских фронтов. За освобождение города 50 воинских соединений и частей получили наименование Венских. Была выпущена медаль за взятие Вены. На монументе в столице Австрии есть надпись «Гвардейцы! Вы честно служили отчизне! От стен Сталинграда вы к Вене пришли!» Первоначально командующий 3-м украинским фронтом Толбухин задумал одновременный удар с трех направлений с юго-востока, с юга и юго-запада. Немцами сам город и подступы к нему были усиленно подготовлены к обороне. Здесь размещались остатки восьми танковых и одной пехотной дивизии СС, личный состав Венской военной школы и до 15 отдельных батальонов. Кроме того, из состава Венской полиции было сформировано 4 полка по 1500 человек. 5 апреля советские войска завязали ожесточенные бои на южных и юго-восточных подступах к Вене. В сложившейся обстановке советским командованием решено было перебросить 6-ю гвардейскую танковую армию с задачей обойти город и нанести удар по Вене с запада и с северо-запада. 7 апреля главные силы советских войск, преодолев горнолесной массив Венского леса, вышли к Дунаю. Теперь немецкие войска были захвачены с трех сторон – востока, юга и запада. Враг продолжал оказывать упорное сопротивление и усиливал свои войска путем переброски дополнительных сил. 8 апреля бои разгорелись с новой силой. За день боев советская армия продвинулась вглубь города и заняла Швейнергартен – южной части города. Последующие два дня продолжало наступать к центру города. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. К исходу 10 апреля вражеский гарнизон был зажат с трех сторон, продолжая оказывать сопротивление лишь в центре города. Немецкое командование предпринимало меры, чтобы удержать единственный невзорванный имперский мост через Дунай, для того, чтобы вывести на северный берег реки свои оставшиеся части. Советское командование старалось захватить этот мост. Для этого 11 апреля в районе моста был высажен десант, который в 400 метрах от цели встретил сильное огневое сопротивление. Военный совет фронта принял решение о проведении одновременного штурма всеми силами, участвующими в боях за город. Особое внимание уделялось подавлению немецкой артиллерии. Такие задачи были поставлены командующему артиллерией генерал-полковнику Неделину и командующему 17-м воздушной армии генерал-полковнику авиации Суцу. Задача была выполнена и к середине дня 13 апреля Вена была очищена от немецких войск. 16 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году началась берлинская стратегическая наступательная операция. Ликвидация берлинской группировки противника продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Штурм осуществлялся силами 2-го белорусского фронта маршала Рокоссовского, 1-го белорусского фронта маршала Жукова и 1-го украинского фронта маршала Конева. Уже через 5 дней наши передовые части вышли на северную и юго-восточную окраины Берлина. Берлинская наступательная операция стала одной из самых последних операций Великой Отечественной войны и одной из самых известных. В ходе нее Красная Армия взяла столицу Третьего Рейха Берлин, разгромила последние самые мощные силы противника и принудила его капитулировать. 16 апреля на 390-километровом фронте 1-го украинского фронта была поставлена дымовая завеса. В 6.15 утра начался арт-удар. В 6.55 передовые части переправились через реку Нейсе и захватили плацдармы. Началось наведение переправ для главных сил. Только за первые часы навели 133 переправы. К середине дня войска прорвали первую полосу обороны и вышли ко второй. Командование вермахта, понимая всю тяжесть ситуации, уже в первый день бросило в бой тактические и оперативные резервы, поставив задачу выбить наши силы за реку. Но к концу дня советские части пробили вторую линию обороны. И уже утром 17 апреля реку перешли гвардейские танковые армии, третья под командованием «Рыбалка» и четвертая под командованием «Лелюшенко». С воздуха наши армии поддерживала 2-я воздушная армия, весь день шло расширение прорыва и к концу дня танковые армии вышли к реке Шприя и сходу начали ее форсирование. На второстепенном Дрезденском направлении наши войска также прорвали фронт врага. 18 апреля. День воинской славы России. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины новгородского князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями Ливонского ордена. Выдвавшиеся из окружения немцы бежали на запад, часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище две трети своего войска и падит чуде без числа, а немец пятьсот, говорит летопись. В 1234 году Ярослав, отец Александра Невского, разбил германцев в битве на реке Омавжи. Александр Невский, зная планы крестоносцев, с 1239 года начал возводить линию укреплений вдоль юго-западной границы. Однако шведы внесли небольшие коррективы в его планы, напав с северо-запада. После их разгрома он продолжил укреплять границы, а также заключил брак с дочкой полоцкого князя, тем самым заручился его поддержкой на случай будущей войны. В конце 1240 года немцы начали поход на земли Руси. В этом же году они взяли Изборс, а в 1241 году взяли в осаду Псков. В начале марта 1242 года Александр помог жителям Пскова освободить свое княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города в район Чудского озера. Именно там состоялось решающее сражение, которое вошло в историю как ледовое побоище. Крестоносцами руководил известный в то время полководец Андреас фон Фельфин, который был в два раза старше новгородского князя. Армия Александра Невского насчитывала 15-17 тысяч воинов, в то время как у германцев их было около 10 тысяч. Однако, по свидетельству летописцев, как Руси, так и заграничных, немецкие войска были намного лучше вооружены. Но, как показало дальнейшее развитие событий, это сыграло с крестоносцами злую шутку. Немецкие войска, владеющие методикой нападения свиней, то есть строгим и дисциплинированным строем, главный удар направили в центр войска Александра Невского. Александр сначала атаковал армию германцев с помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. В результате немцы были вытеснены вперед на лед Чудского озера. В зима то время было долгое и холодное, поэтому лед на водоеме сохранился. После того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно. Он начал трескаться под давлением тяжелых немецких доспехов. В результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою. После этого войска Александра окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского княжества. Первым результатом битвы стало то, что Ливонский и Тевстонские ордена подписали с Александром Невским перемирие и отказались от своих претензий на Русь. Сам же Александр Невский стал фактически правителем Северной Руси. Уже после его смерти в 1268 году Ливонский орден нарушил перемирие. Состоялась Раковская битва. Но и в этот раз победу одержали войска Руси. 19 апреля. Памятная дата России. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под российскую державу. В манифесте говорилось о счастливом превращении из мятежа неустройства в мир, тишину и порядок законный. Крымский референдум 2014 года подтвердил историческую принадлежность полуострова России. Изучив политическую ситуацию в Крыму и оценив все риски, связанные с существованием Крымского ханства, как независимого государства, остающегося предметом вожделений Османской империи, князь Григорий Потемкин пришел к выводу о необходимости включения Крымского ханства в состав Российской империи. Тем более, что большинство крымских татар согласились бы жить даже под властью России, только бы их избавили от жестокого хана Шахин-Гирея. Став главным лоббистом покорения Крыма, Григорий Потемкин в декабре 1782 года обратился с меморандумом к императрице Екатерине II. В нем он обосновывал необходимость включения Крымского полуострова в состав России, ссылаясь в том числе и, например, европейских колониальных держав, делящих Азию, Африку и Америку. Изучив предложение Потемкина, императрица дала положительный ответ. Было решено, что весной 1783 года Григорий Потемкин отправится в Крым, чтобы лично руководить его присоединением к России. 19 апреля 1783 года императрица подписала манифест о принятии полуострова Крымского острова Тамана и всей Кубанской стороны под российскую державу. В день подписания манифеста князь срочно направился на юг. В пути его настигло известие об отречении крымского хана Шахин-Гирея от престола. Это было его вынужденное решение, так как Гирей столкнулся с открытой ненавистью со стороны практически всего населения ханства. В то же время Гирей всячески старался оттянуть свой отъезд с полуострова, считая, что рано или поздно России придется восстановить его в качестве хана. Но решение о включении Крыма в состав России было окончательным. Весной 1783 года начался поиск удобного места для организации военно-морского порта будущего Черноморского флота России. В результате было решено остановиться на бухте у татарского поселка Ахтиар, неподалеку от развалин древнегреческого города Херсонес-Таврический. И 21 февраля 1784 года Екатерина II повелела основать на этом месте военный порт с верфью, крепостью и адмиралтейством. Он получил название Севастополь. 9 июля 1783 года на вершине скалы Ак-Кая под Карасу-Базаром собрались представители крымской аристократии и духовенства. Вокруг скалы простые жители Крыма. Князь Григорий Потемкин обнародовал манифест Екатерины II, после чего мурзы, бея, муллы, а затем и простые крымские татары принесли присягу на верность Российской империи. В честь вхождения Крыма в состав России были организованы торжества, которые сопровождались играми, скачками, народными гуляниями и даже артиллерийским салютом. В манифесте Екатерины II подчеркивалось, что Российская империя обещает защищать жителей Крыма, их имущества, храмы, а также гарантирует им исповедание их веры, всех законных обрядов, возможность пользоваться всеми правами и преимуществами подданных Российской империи. Так Крымское ханство прекратило свое существование в качестве независимого государства, и полуостров Крым вошел в состав России. 25 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Рота советского лейтенанта Голобородько и разведгруппа американского лейтенанта Кацебу встретились в 13 часов 30 минут в районе города Таргаус. Рукопожатие на Эльбе стало ярким символом боевого братства наших стран в годы Второй мировой войны. Нацистская Германия была расколота на две части – северную и южную. Первый официально зафиксированный контакт произошел между гвардейской ротой под командованием Григория Голобородько и разведчиками во главе с Альбертом Кацебу. Однако на историческое фото попали лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон. 76 лет назад советские войска успешно продвигались по территории нацистской Германии, выполняя боевые задачи по плану Берлинской стратегической наступательной операции. Это была одна из последних крупных инициатив Красной Армии на Европейском театре военных действий. 25 апреля 1945 года в 12 часов дня подразделения 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева форсировали реку Хафель и соединились с частями 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Так замкнулось кольцо окружения вокруг Берлина. Начался штурм немецкой столицы. В тот же день, но в 13.30 произошло еще одно важное событие заключительного этапа Второй мировой войны в Европе. 34-й гвардейский стрелковый корпус генерала Глеба Бакланова из 5-й гвардейской армии в составе 1-го Украинского фронта встретился с 1-й армией США под командованием генерала Кортни Ходжеса. Соединение войск двух стран-союзниц произошло вблизи города Таргау на берегу реки Эльба в 160 километрах к юго-западу от Берлина. Таким образом, территория Германии, равно как и остатки группировки сил вермахта, оказались рассечены надвое. Как вспоминал впоследствии генерал Бакланов, гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе со старшим лейтенантом Григорием Голобородько встретили группу разведчиков 68-й пехотной дивизии 1-й американской армии, которыми командовал лейтенант Альберт Котцебу. Не имевший инструкций, как себя вести в подобной ситуации, Голобородько предложил Котцебу организовать официальную встречу через час возле паромной переправы у населенного пункта Крейниц в паре километров вниз по течению. Однако американцы то ли опоздали к назначенному времени, то ли перепутали координаты и прибыли праздновать с другой советской частью. Поэтому в историю вошли лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон. Они встретились на разрушенном мосту через Эльбу, а на следующий день увиделись повторно в Таргау. Фото, пожимающих друг другу руки офицеров, на протяжении десятилетий попадает в учебники как символ советско-американского военного партнерства. Субтитры создавал DimaTorzok